В последнее время вокруг имени Алексея Мозгового создается масса информационных поводов с какой-то маниакальной тенденцией к очернению личности этого человека. Конечно, кто еще организовал народный суд с возможностью дать людям самим решать, как должен отвечать преступник за свои мерзкие преступления? Кто еще напоминал о том, что на Украине живут не все поголовно сумасшедшие нацисты, а есть также обманутые русские, у которых с нами общие враги, захватившие власть в Киеве в результате майданного переворота? Все эти смелые шаги почему-то перекручиваются, их мотивы искажаются, факты перевираются, а бывшие партнеры и идеологические сторонники словно по команде начинают обливать грязью народного командира. Мы не считаем нужным комментировать откровенную ложь, которая сегодня усиленно распространяется в соцсетях и которую можно объяснить исключительно как месть достойной женщины, но на критику решений Алексея Мозгового, как руководителя своего военного подразделения, который позволяет себе лишнее по отношению к своим подчиненным, мы считаем своим долгом дать адекватный ответ. Кашин Дмитрий Викторович. Вы гражданин Российской Федерации? Да, я гражданин Российской Федерации. Нахожусь в ополчении в бригаде Мозгового с июля этого года. За что вы попали? На Галпфахту? На Галпфахту я попал 24 октября 2014 года за невыполнение приказа. Приказ отдал мне сам комрик Мозговой. Приказ состоял в том, что личный состав подразделения, в которое я входил, должен быть переведен на усиленный вариант несения службы полностью, а также в целях сохранения подразделения и сохранения вооружения, которое входило в состав группы. Данный приказ я до личного состава не довел, за что приказом комбрига был помещен на Галпфахту. Да, 4 октября. На Галпфахте с вами вы нормально обращались? Да, на Галпфахте нормально со мной обращались, то есть, как положено, то есть, не спленировали, за нарушение приказа. Ну, это адекватное наказание за нарушение приказа, по вашему мнению? Ну, да, это адекватное. То есть, хоть мы не конкретно находимся в боевых, но в предбоевых, то есть, порядках. То есть, данное невыполнение приказа, то есть, выполнять приказ должны все, то есть, все, кто принял присягу, то есть, не находятся в воинском подразделении, так как приказ есть приказ, сначала надо выполнить, а потом обсуждать его. И гражданин России, я или не гражданин России, то есть, данная мера наказания, я думаю, справедливая, и неважно, какое, то есть, откуда я прибыл. Да, главное, дисциплина и порядок. Не будет дисциплины, не порядка, не будет воинского подразделения, как самой воевой единицы. Без этого все разрушится. Как Ваша судьба складывается в ополчениях? Дальше я также продолжаю службу в рядах ополчения, бригады мозгового. То есть, это никак не влияет на то, чтобы развернуться мне, то есть, и уволиться из рядов вооруженных сил на вороте. Я также желаю и есть возможность, то есть, мне продолжить службу. В это же самое время в Подмосковье происходит преступление, которое опять-таки просят прокомментировать Алексея Мозгового. Только потому, что люди, совершившие его, когда-то имели отношение к возглавляемой им бригаде. Ну, они, да, они служили у нас, но они три месяца назад самовольно Константинов и Жуков покинули нашу часть. А медведь по-поздному, Константин Михаил, был переправлен в Россию по ранению. И больше после ранения он у нас не появился. Это мы тоже считаем, что это как дезертирство. Они ушли с нашего подразделения, больше, сказать, сбежали с нашего подразделения. Не выдержали нашей дисциплины в нашем подразделении, нашего порядка. То есть, и они по своей расшлябанности не очень отличались, так сказать, дисциплиной. А у нас строгая дисциплина, независимая национальность какой, какое вероисповедание. Поэтому они покинули нашу бригаду, призрак. Но в последнее время стало известно, что они служат в батальоне август. Задумываемся ли мы о том, насколько состояние современной информационной среды оставляет желать лучшего? Люди не несут никакой ответственности ни за статьи с откровенным враньём, ни за обливание грязью публичных людей, хоть в качестве анонима, хоть под своим настоящим именем. А в последнем случае, как же ещё привлечь к себе внимание, если не критикой сильной фигуры, находящейся в эпицентре самых горячих событий здесь, на Донбассе? К сожалению, таковых находится немало, и верить им и их бредням или судить по реальным делам решать будет каждый, исходя из своей личной морали.